Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Я хотел бы с точки зрения стратегической и развития документальной базы, может быть, нашей дальнейшей работы, вспомнить такой важный субъект любой избирательной кампании, как избирательная комиссия, особенно территориальная. Вот нам кажется, что эта избирательная комиссия, она в качестве, понятно, что она направляющая, она выполняет законодательство. А если спросить любого сегодня человека, который в последнее время принимал участие в избирательной комиссии, кто главный в этом процессе, он скажет, что это не кандидат, это не избиратели, это избирательная комиссия. Я думаю, что многие со мной согласятся, что территориальная избирательная комиссия, муниципальная, городские, районная, в последнее время превратились в отделы администрации. Как они формируются, вы все это прекрасно знаете. И я согласен и очень благодарен тем, кто готовил этот документ, потому что здесь как раз все нюансы и все проблемы избирательного процесса сегодня указаны. Но если избирательная комиссия, мне кажется, останутся от прежними, как они сегодня формируются, как они сегодня работают, они выполняют тупо заказ. Им ставится команда не допустить неугодных кандидатов. Привожу пример. А да, я не представился, меня просто Александр Иванович назвал Александр Лукичев Вологда. Вот в Вологде был на последних выборах сформирован оппозиционный блок. Александр, я хочу добавить, что это тот самый легендарный Лукичев, который вас сняли с одних из прошлых выборов мэра Вологды за использование нелицензионной музыки и видеоролики. Пиратом Карибского ума. С тех пор этот фильм я люблю. Ну это так. Иными словами говоря, был блок, я к нему имел отношение, сам не баллотировался. Но из 30 кандидатов, от 12 политических партий, до финиша, так скажем, до регистрации в качестве кандидатов, в депутаты дошли только четверо. Все были сняты. Хотя казалось, такая подготовка была. Многие коллеги здесь сидят, кстати, они приезжали даже помогать, готовиться этому блоку. И я думаю, что если мы сегодня не будем говорить и думать, как нам сделать процедуру избрания членов территориальной избирательной комиссии, которая как раз отвечает фактически за тот период, когда человек решил пойти в депутаты. Хорошего, ну допекло его. Другие причины, не имея значения. И вот его до момента регистрации, фактически, да, в качестве кандидата, ведет чисто территориальная избирательная комиссия. И сегодня вы знаете, что фактически они сформированы сегодня из известных четырех политических партий. Три, две из них как минимум. Фактически та же политическая партия, о которой я говорю. Четвертая сила, которая имеет представительство по-разному, по-разному региону, но тоже там же фактически. Поэтому если мы сегодня не найдем решения, как нам формировать понятно, прозрачно, ясно, гласно избирательные комиссии, чтобы эти были уважаемые люди, чтобы они думали, что если они будут поступать не по закону, у них будут какие-то последствия. Я думаю, что мы какой-то успех будем иметь даже в решении вот этих всех вопросов. Ведь, например, в наших случаях специально запутывали, давали неправильную информацию, врали откровенно кандидатам, которые приходили, заставляли писать неправильные документы и так далее. Потом это все вскрывалось, естественно. Но суд как раз всегда стоит на стороне избирательной комиссии. И вторая часть моего, опять же, в плане стратегического понимания этого процесса, по какому пути должны мы идти, может быть, это опять же мой личный пример, когда на последних выборах, например, арестовывали постоянно газеты, штурмовали здания, задерживали. Но это, думаю, во многих регионах, это уже в системе. Надо, я, собственно говоря, не то что ли не против, назвался груздем в нынешних условиях кузов-полеза известный, да? Но давайте хотя бы будем ставить вопрос, чтобы МВД имела четкие регламентные позиции, да? И понимала, что она должна действовать так, так, так и так. И кандидат, который, ну да, совершил там невольно, вольно и так далее, всякие варианты бывают. Но почему-то, опять же, МВД играет сегодня на стороне, как правило, власти, а не тех людей, которые, ну, хотят что-то сказать другое. Вот здесь, может быть, нужен тоже какой-то регламент действий в различного рода ситуации. То есть две позиции, еще раз повторю, это решение вопросов. Я даже думал, может быть, нам избирательную территориальную комиссию тоже избирать, избирать населением, как где там участковых у нас собираются избирать, шерифы избирают США. Ведь во многих странах, кстати, возвращаясь к вопросу второму, да, где система, ну, так скажем, достаточно влиятельно выглядит и ценится в глазах общества, система Министерства внутренних дел чуть ли не центральная и не главная при выборах. Чуть ли не одна проводит. Да, не напрямую. А у нас игры ровно наоборот. Спасибо. Спасибо. Так, последующий рыбин.